Привет, дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон Эс. И на этом канале обычно мы обсуждаем легкие сплетни и новости, но сегодняшние сложные времена заставляют нас не проходить мимо той ситуации, которая сейчас происходит между Россией и Украиной, мы говорим про войну, и мы одни из немногих русскоязычных блогеров, которые свободно могут высказывать свою позицию и называть вещи своими именами, не боясь уголовного преследования и реального срока в 15 лет. Очень все сложно с этим законом о фейках, практически 150 журналистов уже покинули территорию России после принятия этого закона, потому что элементарно небезопасно, небезопасно находиться на территории России, называя вещи своими именами, ни о какой спецоперации на территории России речь не идет. Сейчас идет самая настоящая война, идет уничтожение украинского народа, и то, что сейчас происходит на территории России, это безумие, полнейшее безумие, в которое до сих пор многие не верят, отказываются верить, потому что то, что сейчас происходит на территории многострадальной Украины, это сюрреализм, конечно, сюрреализм. По данным СМИ, борт, принадлежащий Януковича, летал вчера вечером в Минск. Неужели российская власть пытается оживить этот политический труп и посадить его в кресло будущего президента Украины, в том случае, если Россия все-таки возьмет Украину под свой контроль? Сразу после этого, вот буквально сегодня Янукович обратился к Зеленскому, цитата. Наверное, не было ни дня и ночи за последние 8 лет, когда я бы не думал о том, правильно ли я поступил, покинув Украину. Ну и сегодня, я уверен, что это была единственная возможность избежать широкомасштабной гражданской войны и кровопролития на всей территории Украины. Мои сторонники убеждали меня, говорит Янукович, что нельзя отдавать законную власть, за власть надо бороться. Я же знал, цена этой власти будет слишком высока. И тогда и сейчас я убежден, нет такой власти, которая была бы дороже крови наших детей. Сплошное лицемерие. Я хочу по-президентски, даже немножко по-отечески, вас звать Владимиру Зеленскому. Я хорошо понимаю, что у вас много советчиков, но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе. Я так понимаю, готовят сейчас Януковича на возможный освободившийся пост президента Украины. По-другому здесь у меня нет никакого другого объяснения, что сейчас он так резко возник на горизонте. Все про него забыли, никто про него не говорил. И вот сейчас, я так понимаю, с позиции кремлевских властей его пытаются реанимировать как политическую фигуру. И повторюсь, опять же, если Украина падет, то именно Янукович будет следующим ставленником Кремля в качестве президента несвободной Украины. Полнейший абсурд, конечно, то, что сейчас происходит в России. Повторюсь, вот как выглядит сегодня Сифора. Последний день все просто сметают абсолютно все с полок, потому что неизвестно, что будет обратно и по каким ценам это раз. Во-вторых, то, что все бренды сейчас на данный момент временно уходят с территории России. Я не знаю, насколько временно это временно. У меня вот один вопрос, насколько эти временные уходы будут длиться месяц, год, 10 лет, 40 лет. Я напомню, Иране до сих пор санкции длятся уже 42-й год, поэтому все можно ожидать, все может случиться. И поэтому я не знаю, к чему готовиться. Мы живем в экстраординарное время, когда мы не знаем и не можем предугадать того, что будет буквально завтра. И тем более мы не можем прогнозировать ничего в долговременной перспективе. Официально Россия на сегодняшний день — это страна с самым огромным количеством санкций за всю историю человечества. Мировое зло официально определили, имя так это утверждает в одном из пабликов, и закрепили в учебниках. Нет, в истории страшнее нации, чем Россия. Это не мои слова, это цитата, против которых введено больше всего количества наций в новейшей истории. Хиросимы, Нагасаки, Югославия, Ирак, и еще три десятка стран, которые бомбили США, рядом не стояли с резонансом по поводу агрессии России во сторону Украины. Я понимаю сейчас огромное количество сплетников из России стараются. Видимо, не совсем еще понимают какой-то процесс отторжения и процесс именно неприятия того факта, что последствия этих самых санкций, он действительно будет страшен. Один ответ в моем Телеграм-канале, кстати, обязательно подписывайтесь. Почти 160 тысяч подписчиков у нас в Телеграме, а плевать, выживем. 90-е прожили, 11-е или сколько там, 12-е год прожили, вытерпели, выжили. И сегодняшние санкции никак на нас не отразятся. Цитата Тихона Смирнова, говорил со знакомым покупателем из «Пятерочки», и он мне просто открыл глаза. Черт возьми, теперь знаю, почему такое огромное количество людей. Искренне рады возросшему давлению на страну. Был удивлен простоте ответа. Цитата. Наши люди уже довольно долгое время живут небогато, мягко говоря. Например, большинство соотечественников даже не мечтают когда-либо купить себе престижный автомобиль из салона. С трудом хватает на БУ и в кредит. А что этот человек видит прямо сейчас? Теперь же никто не может позволить себе машину. Любую машину. Ушла Икея, бог с ней. Значит, никто не сможет купить эту обувь. Адидас, Найк, кому нужна эта одежда для мажоров. Раньше же как-то одевались и сейчас не пропадем. Теперь все уравнялось. Это было подтаенное желание очень многих людей. Самолеты никто не летал и даже загранника не имел. А другие чем лучше. Никто теперь не будет летать. Своё производство расцветет. А еще у олигархов, яхты и особняки забирают по всему миру. Это же просто праздник какой-то. Короче, поразительно. Но товарищи иностранцы промахнулись и своими действиями совершенно случайно угадали мечту огромного количества россиян. Уравняли всех и наказали самых богатых. Понимаете? Именно из-за этого никто не расстраивается. У всех радость. Взглянув под таким углом, я все понял. Вопросов нет. Это цитата Тихона Смирнова. И вот опять же его рассуждение по поводу санкций в отношении России. И последствия, которые эти самые санкции приведут. Все больше брендов перестают работать или вообще покидают Россию. А в комментариях все больше критиков. Не жаль, пусть проваливают. Переживем без них. Без шуток. Это идет красной линией у огромного количества россиян. Наконец-то теперь начнем делать свое. Если всем так плевать, то откуда взялись вчерашние очереди? Очереди просто страшные. ОБИ сейчас. Это фирма из Германии. Они заявили, что уходят с российского рынка. Леруа и Мерлен на самом деле еще остается. И они даже говорят, что возьмут часть работников из ОБИ. Но тем не менее, очереди просто безумные какие-то. В ОБИ люди сметают с полок абсолютно все. Потому что опять же, нет уверенности не то, что в завтрашнем дне. Нет уверенности, что завтра придет и что-то можно будет достать. Удивительно, как много людей совершенно не понимают. Пишет Тихон Смирнов, что проблема уже совсем не в уходе конкретного бренда. Она куда глобальнее. Первое. Рабочие места. Кроме сотрудников самой компании, есть еще поставщики, которые перестанут производить товары. И будут сокращаться или полностью закроются. Второе. Налоги. Нет деятельности. Нет отчисленных в казну. Зная наше государство, пишет Тихон. Это скорее не чиновники. Начнут ездить на бюджетных машинах. А ведут новые налоги. И закрутят гайки для оставшихся. Кадры. Это третье. Они уже начали покидать страну. На днях объявили льготную ипотеку и отсрочку от армии для IT-специалистов. Хотя Песков говорил, что это не наказание, а привилегие. Считаете, это кого-то остановит? Задается вопросом. Смирнов. Квалифицированные кадры привыкли к определенному уровню комфорта, которого больше нет. В том числе из-за невозможности купить их любимые товары. Четвертое. Оставшиеся. Автоваз уже сейчас не может выпускать новые тачки без чипов. А чипы эти нам продавать не спешат. Наша экономика и производство слишком сильно зависят от других стран. Ну и последнее. Пятое. Конкуренция. Чем больше с рынка уходит компаний, особенно лидеров, тем меньше нужно стараться остальным. Зачем напрягаться с сервисом, ассортиментом, качеством продукции, когда у покупателя все равно нет выбора. Каждый день новое известие. Каждый день совершенно новые ужасающие какие-то санкции. Повторюсь, Россия сейчас в истории человечества. Самая засанкционированная страна. То есть то, что сейчас происходит, это полнейшее безумие. Ну и конечно начали говорить про самое больное. Бритиш Петролиум прекращает заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России. Шелл повторяет их движение. И тоже прекращают любые контакты с Россией. И прекращают закупать нефть и газ. Сейчас радость у меня в моем телеграм-канале. Вот сами себя, вот это вот самый сук пилят, на котором сидят. И им же будет хуже. Ребята, вы понимаете, если сейчас приведут в действие вот эти самые страшные санкции в отношении России, это бойкот российской нефти и газа. Вот это начнется самый настоящий кошмар. Потому что Россия действительно очень сильно зависит от собственных ископаемых. И если сейчас Европа пойдет на принцип... А вы знаете интересный момент? Сейчас смотришь, слушаешь европейцев, все сплотились. Все сплотились. Сейчас только что посмотрел видео Яшина, которое называется «Три ошибки Путина». Если я найду это видео еще раз, я обязательно поставлю ссылочку на это видео в комментариях. Если изначально Путин старался захватить Украину, и он рассчитывал на поддержку украинского народа, что его примут как освободителя от украинской хунты, наоборот, получилось обратное. Сейчас у Зеленского какие-то 90% поддержки местного населения. Он и склонно превращается в национального героя. Весь мир настолько сильно осудил и сплотился в ненависти к России. Ребят, это какое-то безумие. Я повторюсь, невозможно спокойно не оглядываясь, говорить на улицах Европы на русском языке, чтобы не бояться, что на тебя одно дело посмотрят с ненавистью. Тебя могут элементарно вломить по черепу, только потому что ты говоришь на русском языке, и моментально у людей, они не разбираются с Украиной, ты из Прибалтики, или ты русскоговорящий немец. Сначала вломят, а уже потом спросят, паспорт какой страны в твоем кармане. Начинается повальная русофобия, и становится элементарно небезопасно разговаривать на русском языке на улицах Европы. Вера Полоскова, мы говорили вчера, Чулпан Хаматова и Антон Долин сейчас уехали из России. Долин сейчас находится в Латвии, в своем телеграм-канале. Он назвал отъезд в текущих условиях привилегии, но отметил, что у него нет никаких видов на жительство или специальных документов, которые позволят ему спокойно жить. В Европе, цитата, «Невозможно жить в стране, даже родной и любимой, где тебе затыкают рот. Особенно для человека, чей единственный инструмент — это слово». Я напомню, Антон Долин — это известный кинокритик из России. Еще я просто не мог дышать московским воздухом, в котором люди продолжают обсуждать планы, смотреть кино, проводить искусствоведческие дискуссии, ходить на вернисажи и премьеры, пока в Украине убивают и умирают. Россия, продолжаем цитату Антона, «это курица с отрубленной головой. Весь мир рухнул 10 дней назад. Жизнь каждого человека, живущего в России, говорящего по-русски или хотя бы причастного к русской культуре, изменилась необратимо». Просто многие, большинство, ставят вопрос Долин, еще этого не осознали. Чулпан Хаматова уехал, и сейчас она находится в Латвии, где у нее есть собственная недвижимость, и у нее есть какая-то работа, она там играет в театре. Цитата Чулпан, «Мы считаем бесчеловечным силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров», так заявила Чулпан Хаматова. Александр Васильев сейчас находится в Париже, где у него огромная его квартира, которую он получил в 1982 году. Он великолепно играет на русском языке, но вот тем не менее он сейчас уехал и сказал, что модный приговор больше не снимается на данный момент. Огромное количество выпусков снято наперед, но сейчас их не выставляют в эфир, потому что новостная повестка. Сейчас любой развлекательный контент отходит на задний план, потому что у всех волнение за завтрашний день, у всех волнение, что будет завтра. Ребят, это какая-то немыслимая ситуация, когда у всех резко стали политологами и военными аналитиками, потому что жизнь нас учит, дорогие мои, что мы не можем оставаться в стороне, потому что в сухом остатке впоследствии войны России с Украиной, это почувствуют на своей шкуре абсолютно все. Цитата. «Одна из главных причин закрытия на территории России всех модных магазинов». Здесь он говорит, по какой причине перестали снимать сейчас модный приговор. «Некоторые привозили нам товар с запада, и невозможно переодеть героинь. Нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов». Также он добавляет, «Конечно, у нас есть своя мода. Я так много работаю с народными промыслами. Я знаю все про русский дизайн. У нас есть очень хорошие дизайнеры, потрясающие, но все ткани западные или восточные. У нас нет производства. Текстиль за 30 лет мы его развалили, и быстро восстановить это сейчас нет возможности. Все говорят, «Мы возродим русскую моду», пишет Васильев. «Конечно, все будет. Из чего шить?» А вот русского стиля в мировой моде сейчас не будет. Ни одна фирма временно его не будет показывать. Через 3-4 года, возможно, это вот прогноз Александра Васильева. Мне очень интересно послушать ваше мнение по поводу вот этой вот стрессовой обстановки, которая сейчас на территории бывшего Советского Союза. Ребят, то, что сейчас происходит в Украине, это просто безумие. Кровью обливается сердце смотреть на беженцев, кровью обливается смотреть у меня на кадры из разрушенной, уничтоженной Украины. Я не знаю, к чему это все приведет. Все, что я хочу, чтобы остановили огонь, и жители Украины смогли наконец-то вздохнуть, уехать за границу или начать восстанавливать свою страну. Пожалуйста, остановите войну. Ребят, мы сейчас работаем абсолютно бесплатно, полностью сняли монетизацию в русском сегменте у русскоязычных блогеров. Поэтому, пожалуйста, если вы считаете, что я тот блогер, который никогда не остановится, даже если мы будем работать в минус и будет продолжать выставлять для вас видео, сплетни, новости, все равно тяжелое время закончится. Мы останемся. Мы здесь сейчас, мы освещаем ту тяжелую ситуацию войны России с Украиной. Мы продолжим радовать вас ежедневными видео. Поэтому, пожалуйста, если вы считаете, что этот блогер, который достоин поддержки, вы можете поддержать нас. Ссылка «Стать спонсором» будет прямо в описании под этим роликом или кнопка под этим видео. Начиная с 49 рублей вы можете стать спонсором. И, пожалуйста, если вы не в состоянии, у вас нет возможности или вы просто не хотите, в таком случае поставьте лайк, секунду вашего времени, подписывайтесь, чтобы не пропускать новости и сплетни на этом канале, которые идут, может быть, с субъективной точки зрения. Но мы не оглядываемся, не извиняемся и всегда называем вещи своими именами. Анастасия Решотова сейчас продает свой салон красоты в центре Москвы за 15 миллионов 500. Продам готовый бизнес, салон красоты, премиум сегмента с действующей командой и клиентской базой в 2000 человек. Панорамные окна, первый этаж элитного дома. После того, как вылезло вот это вот объявление о продаже ее салона, это ее InHype Beauty Zone, так называется ее салон, она прокомментировала, ложная тревога, я не продаю свой салон и не переезжаю, наш InHype Beauty работает в полную силу, и кроме как интенсивного развития, у нас нет других планов. Я не знаю, ребята, по какой причине сейчас люди юлят, когда комментируют вот подобного толка новости, потому что огромное количество людей ломанули за границу, у кого были возможности, у кого были деньги, у кого были документы, все уезжают. Айза сейчас заявила, что она уехала из территории России вместе со своими детьми, куда она скрывает в целях безопасности. Смотришь на то, что сейчас происходит, и ты просто не веришь своим глазам. Сына и внука Софии Ротару задержали при попытке бежать с Украины. Я напомню, сейчас в Украине идет полнейшая мобилизация, все мужчины, начиная с 18 до 60 лет, не имеют права покинуть страну ни под каким видом, потому что они все военно обязаны и по закону должны защищать свою родину. Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила о попытках, множественных попытках уклонения от всеобщей мобилизации со стороны мужского населения. И вот, пожалуйста, вам, дорогие мои, как сообщает украинская газета страна.ua, ссылкой на источник в службе безопасности, Руслан и Анатолий Евдокименко вместе с другими мужчинами призывного возраста пытались пересечь государственную границу страны, они собирались переправиться на лодках по Днестру в сопровождении Поводыря из Молдавии. Их задержали, фотографии их паспортов гуляют по всем пабликам, в телеграм-канале портал опубликовал фотографии вот этих самых паспортов, также их можно узнать на видео с задержанными, которое было распространено в сети, сама София Ротару никак это не прокомментировала, а вы знаете, огромное количество вбросов пишет, что из 20 беженцев с территории Украины в Европу, 14 из них мужчины призывного возраста, вранье, не верьте этим фейкам, никого, мужчин, начиная с 18 до 60, не выпускают ни под каким видом, все, кто бежит с территории Украины, это беженцы от военных действий, это женщины, старики и дети, у которых нету ни дома, у которых сравняли их города с землей, и единственное, что им остается, это искать убежища на территории Европы, и меня удивляет жесткосердность некоторых комментаторов, что ох, вот они побежали за соцспособиями, ребятушки, пожалуйста, пожалуйста, дорогие мои россияне, люди бегут от войны, люди бегут от бомб и танков, пожалуйста, сострадайте, легче всего сейчас начинать ерничать, и говорят, что украинки с детьми побежали за соцспособиями, когда такое было? В Украине без виз уже несколько лет. Нужно было бы убежать? Убежали бы. Сейчас люди скрываются от войны, не дай бог никому переживать то, что сейчас переживает Харьков, Киев или Мариуполь, мы не говорим про пригороды Киева, та же Буча, та же Бердянка. Ребята, не нужно сейчас, стоя по колене в крови, смеяться над трагедией украинского народа. Люди бегут от войны, люди не бегут за соцспособиями. Давайте оставаться людьми, давайте оставаться добросердечными соседями, потому что нету, не знаю, ни одного человека в России, кто говорит, что да, то, что происходит сейчас в Украине, это правильно, и война, развязанная Путиным, это правильное решение, которое в итоге приведет к чему-то хорошему. Я не верю, не верю, я отказываюсь верить, ребята, что то, что сейчас происходит в Украине, это правильное решение, это ошибка Путина, это черная страница в истории России, и запомнят Путина именно как кровавого агрессора. Ну и смотришь сейчас, да, вот, пожалуйста, Рината Литвинова сейчас в Париже, как утверждает она там вместе с Земфирой, молчание полностью у нее в ее соцсетях, но, тем не менее, дорогие мои, подруга, пишет один из пабликов, не стыдно ли тебе, не спотыкалась ли ты там на дорожках, на ватных ногах, позорище, подруга, позорище, ходит значит, Рината Литвинова в этом безобразнейшем аутфите от Боленсиага на показе этого бренда. Сами Боленсиага сейчас поддерживают Украину, вся коллекция в желто-блокитных тонах, каждый человек, который пришел на показ, получил футболку синю-желтую, все стараются поддержать Украину, все в шоке, весь мир в шоке сейчас, и меня удивляет то, что люди, знаете, развлекаются, развлекаются в такое тяжелое время, даже если вам плевать на то, что сейчас происходит, если вы живете под камнем и вам вас не интересует, у вас не болит сердце за то, что сейчас происходит как с русским народом, так и с украинским, поверьте, мне хлебнут абсолютно все, хотя бы не выкладывайте в соцсетях то, что вы выкладываете, потому что сейчас не время пить вино, сейчас не время веселиться, сейчас нужно сострадать, помогать, поддерживать всех русских, которые сами себе не принадлежат, у которых отобрали все свободы, включая первое и важное свободу слова, им нельзя ничего говорить под страхом тюремного заключения, пожалуйста, поддержите украинцев, у которых сейчас сравнивают их страну с землей, пожалуйста, если у вас есть желание, силы заниматься, я не знаю, вот этими вот вечеринками, светской жизнью, не выкладывайте это никуда, потому что сейчас не время веселиться, пир во время чумы, но только не во время этой чумы, пожалуйста, придержите коней и будьте сострадательны, потому что сейчас время этого требует. Эстела Удер ушли с российского рынка, я повторюсь, Эстела Удер это не просто бренд, это огромный зон, под которым находится огромное количество брендов, Glam Glow, Smashbacks, Lelabo, Aveda, Clinique, Donna Karan, боже мой, огромнейшее количество брендов, тот же La Mer, ушли они с российского рынка, и вот я задаюсь вопросами в своем телеграм-канале, конечно, есть российские бренды, которые неплохие, уходовые бренды, опять же, мне интересно, насколько бабушка Агафья, насколько я знаю бабушка Агафья, это не русский бренд, это выкупленный западными партнерами, и насколько он сможет заполнить пустоту, которая останется после тех же Эстела Удер, это одно, и второе, пишут, Корея осталась, да, одно дело, конечно, Южная Корея тоже вводит свои санкции, а другое, с обвалом рубля, вот на сегодняшний день 110 рублей стоит 1 доллар, и корейская дешевая косметика, которая спасала огромное количество бьюти-шопоголиков, сейчас переходит из бюджетного, формат премиальный, вы понимаете, я не знаю, вот сейчас с отменой Visa, MasterCard, японцы забрали свои кредитные карты тоже, сейчас полный коллапс в плане платежек, то есть вы можете использовать свои Visa и MasterCard внутри России, вы не сможете делать заказы из-за рубежа онлайн, вы не сможете ничего купить за рубежом, если вы за рубежом, и у вас есть эта самая Visa или MasterCard с 9 числа, то есть сегодняшнего числа, и вот мне интересно, дорогие мои, как выживать-то будете? Вы знаете, я понимаю, конечно, в контексте войны это не первая боль, да, но тем не менее, это один из факторов того, что сейчас происходит с Россией, и которая неимоверно сильно ударит по россиянам, которые в одном месте видели эту самую войну, не хотят они ни агрессии, ничего, все, что они хотят, это открытое небо над Европой, это доступные товары, это возможность купить товары, которые находятся на территории России, чтобы не чувствовать себя мировыми изгоями, но вот мы имеем сейчас то, что имеем, и это, конечно, страшно, сложные новости, каждый день, я стараюсь, говорю вот себе, вот сегодня мы поговорим про шоу-бизнес, сегодня мы поговорим про шоу-отвреченное, вы понимаете, даже новости о шоу-бизнесе, они даются с неимоверным трудом, потому что сейчас в свете последних новостей невозможно отделять вот эти вот зерна от плевел, потому что это вот одно зерно, о котором нужно говорить, нужно говорить о войне, нужно просить всех, кого только можно, чтобы нас услышали, чтобы эту войну прекратили и пожалуйста хватит ругаться хватит ненавидеть друг друга по умолчанию пожалуйста прекратите это сейчас всем тяжело и все что мы должны делать изо всех сил это попытаться достичь мира и согласия и самое главное чтобы война остановилась дорогие мои сплетники сейчас очень сложно неимоверно сложно в украине украина разрушена огромное количество приютов просто не по нулям не по минусам они просто раздавлены дорогие мои если вы видите животное на улице покормите возьмите к себе на передержку потому что братья наши меньшие они зависят напрямую от нас вне зависимости от нашей сегодняшней ситуации помните мы сплетники это люди с огромным любящим сердцем которые никогда не пройдут мимо страданий бездомных животных братьев наших меньших которые дарят нам свою неукоснительную бескомпромиссную настоящую любовь продолжать и заботиться о них особенно в такое тяжелое время прожать и доказывать всему миру дорогие мои сплетники что мы сплетники умеем не только сплетничать но и любить вот и все сплетни вот и все новости на сегодня сложные дни сложные сплетни мы продолжим давать свою позицию озвучивать новости говорить об этом каждый божий день на этом канале поддержите нас пальцы вверх поддержите нас комментарием поддержите нас подпиской дайте нам кредит доверия мы здесь на этом канале как бы вот нервно я не вел свой telegram здесь я стараюсь вот достучаться до огромного количества людей и все что я прошу доброты и мира дайте нашему комьюнити кредит доверия что мы люди которые не берут ничью сторону все что мы хотим чтобы был мир во всем мире и дружба между народами это важно это красные линии дорогие мои сплетники я вас обожаю берегите себя берегите себя пожалуйста любите друг друга спасибо всем за внимание увидимся обязательно завтра всем пока